В Якутской городской думе прошла необычная встреча со старостами многоквартирных домов, представителями управляющих компаний и депутатой Якутской городской думы Алифтины Эверестовой. Депутат предложила решить проблему капремонта домов в Якутске. Согласно 46-й статье жилищного кодекса, общим собранием жильцов, а это свыше 50%, жильцы могут принять решение об открытии спецсчета. В этом случае все средства, которые были ими перечислены в фонд капремонта с 2014 года, будут переведены на спецсчет дома. Существует три вида организаций, которые вправе открыть такой спецсчет. Первое – это товарищество собственников жилья. Второе – жилищный кооператив. И в-третьих – это управляющая компания. Для жильцов это большой плюс. Жильцы сами на общем собрании будут решать, сколько денег и на что тратить. Без ведома жильцов никто воспользоваться этими средствами не сможет. Я уже десятый год работаю депутатом Якутской городской думы. И основные вопросы – это в основном вопросы ЖКХ. И очень многое касаемо именно жилых домов. Сейчас у нас в 2014 году создан фонд капитального ремонта, который является оригинальным оператором. В принципе, это очень хорошая идея, когда жильцы, собственники жилья оплачивают средства за капремонт. Но дело в том, что именно распределение этих средств, конечно, в настоящий момент в городе Якутске не совсем удовлетворяет наших жильцов. Поэтому, согласно ЖКХ, есть возможность жильцам, собственникам жилья открыть свой спецсчет, с помощью которого они сами могут решать проблемы своего дома. И вот опираясь на этот ЖКХ, я решила инициировать вот такое движение в своем Октябрьском округе, чтобы жильцы, еще раз повторюсь, сами решали свои проблемы. По идее, это не так сложно, но просто должны быть инициативные люди, которые притворят эти идеи в жизнь. Тем более, что это законом все предусмотрено. Предусмотрено ЖКХ, предусмотрено Законом Республики Сахая-Якутия. Так что все это мы сделаем. Жилищным кодексом четко определены виды работ, которые можно произвести на средства, накопленные на спецсчете. Это более 10 видов работ, которые касаются непосредственно самого дома, ремонта инженерных сетей и систем водоотведения. Жильцы вправе сами выбирать себе подрядчика, без проведения тендеров и аукционов, что явно экономит не только деньги, но и время. Согласно 46-й статье ЖКХ, с общим собранием жильцов свыше 50%, жильцы могут принять, собственники жилья могут принять решение об открытии спецсчета. Здесь очень много позитивных моментов, в том плане, что спецсчет, если открывается, то все средства, которые были перечислены жильцами с 2014 года, полностью перечисляются на этот спецсчет. Там есть три организации, которые имеют право открыть этот спецсчет. Это товарищество собственников жилья, управляющая компания и жилищный кооператив. На них возлагаются дополнительные усилия по ведению этого спецсчета, по финансовой дисциплине. Для жильцов это большой плюс, что управляющая компания, например, если они выберут оператором своего спецсчета, не имеет права без решения жильцов трогать деньги с этого спецсчета. И только решение собрания жильцов определяется вид ремонтных работ, которые должны проводиться. А сами они осмечивают, определяют, утверждают смету и сами же принимают результаты этой работы. И для управляющих компаний это плюс в том, что будут решаться проблемы жилищного фонда. А для жильцов еще дополнительный плюс, что эти управляющие компании могут софинансировать вот эти ремонтные работы. Также собственники жилья имеют возможность, имеют право с открытием святого спецсчета установить более высокую сумму собирания с квадратного метра. То есть законом республики определены минимальные размеры оплаты за квадратный метр. Если они считают, что не 11 рублей с квадратного метра должны собирать жильцы, а 15 рублей, то, естественно, смогут больше денег собрать на решение своих жилищных проблем. То есть я здесь вижу только сплошные плюсы, минусов практически не вижу. Первыми эту новую для Якутска схему капремонта начнут жители Октябрьского округа. Именно они покажут пример всему городскому округу. Пример того, что не стоит ждать, нужно брать всю инициативу в свои руки и самим настраивать свой быт и ремонтировать свое жилье. Я считаю, что все равно должны быть активные люди, которые инициируют это движение. В связи с тем, что наш город Якутска такой достаточно активный, мобильный город, я думаю, что в каждом доме найдутся люди, которые будут это инициировать. За помощью можно будет обратиться в управу городского округа, где в каждой управе есть специалисты по ЖКХ, есть заместитель главы по ЖКХ. Они также смогут помочь в реализации вот этой идеи. Продолжение следует...